Дорогие мои друзья и подписчики, я астропсихолог Елена Осипенко и традиционно в конце каждого года знакомлю вас с новыми возможностями и космическими событиями наступающего Нового Года. В этом видео я проведу для вас экскурсию по 2024 году и порекомендую, когда и как нужно начинать важные события, чтобы успешно достигать своих целей. Покажу гороскоп Нового Года и расскажу, какой важный новый аспект может повлиять на судьбу Украины в 2024 году. А также по многочисленным просьбам в этом видео я дам таблицу пищевых пауз на весь 2024 год. Будьте всегда стройными и здоровыми. Начнем с самого первого дня 2024 года. 1 января не является началом какого-либо космического цикла. Когда-то давно в течение многих веков люди встречали Новый Год 1 марта, а затем в 1493 году в соответствии с церковной традицией начало года было официально перенесено на 1 сентября и отмечалось так более 200 лет. И только в 1700 году по указу Петра I, который хотел интегрироваться в Европу, началом года стали считать 1 января. Этот указ предписывал отмечать это событие особенно торжественно. И так как 1 января отмечается многими народами на Земле, как начало Нового Года, мы можем построить гороскоп на эту дату и попробовать расшифровать его через небесные знаки. Стартует Новый Год в 20-й лунный день, символом которого является гордый и свободолюбивый орел. Это очень серьезный период, дающий людям силу для духовной эволюции. Очень нужно каждому из нас в течение этого года поставить перед собой осознанную цель, постараться четко предвидеть результаты своих действий, отбросить все сомнения, принять решения и совершить решительный поступок. Это отличный год для начала новых дел и активных продуманных действий. На этот раз в Новый Год мы входим с положением Луны в земном, трудолюбивом и практичном знаке Девы. Прежде всего, это тема ежедневного, неустанного, кропотливого труда на пути к своей цели. А также это тема здоровья, бережного и рационального отношения к своему организму, правильного питания и здорового образа жизни. Нужно научиться организовывать свой день и себя, начиная со светлых мыслей в голове, затем разумной физической нагрузки и здоровой еды. Год будет не из легких для всех жителей Земли. В гороскопе Нового Года рядом с Луной в Деве находится Черная Луна, Сатурн проходит по кризисному градусу и ретроградный Меркурий в Стрельце притормаживает нашу активность. Однако в карте рождения 2024 года есть красивая гармоничная фигура, большой тригон между Солнцем, Луной и Юпитером, который стоит в соединении с Белой Луной. Эта мощная конфигурация дает всем добрым людям космическую защиту, укрепляет веру и наполняет надеждой, что миром все же правит Бог. А теперь я хочу показать вам график благоприятных и напряженных периодов в течение всего 2024 года. С его помощью вы сможете выбрать для своих важных судьбоносных дел подходящий временной этап, все подготовить и вовремя осуществить задуманное. Вместе с общим описанием периодов года я буду отмечать важные космические события. Итак, в новый 2024 год мы входим в период еще ретроградного Меркурия. Он начался 13 декабря и продолжится до 2 января. Затем Меркурий медленно развернется в прямое движение и в первые 10 дней года он вообще никуда не спешит и нам не советует. 11 января мы с вами проживем первое новолуние в 2024 году и вот с 12 января в первые две недели растущей Луны начинайте, друзья, свои важные дела. Здесь много хороших дней для старта всего, что вы запланировали и к чему подготовились. Благоприятный мы будем считать весь период с 12 января до 13 марта. Выбирайте хорошие дни в период растущей Луны по нашему астрологическому календарю и обязательно проявите инициативу. Активно включайтесь в рабочий процесс и осуществляйте свои намерения. Дело будет активно развиваться и принесет вам достойный результат. Ссылки на печатную мобильную версию календаря ищите под нашим видео. Переходим с вами к событиям февраля. Во второй новолуние после дня зимнего солнцестояния 10 февраля, согласно древней китайской традиции, начнется Новый год зеленого деревянного дракона. Дракон — это мифическое существо, обладающее огромной силой. В восточной традиции дракон — самый могущественный знак, символизирующий власть, силу и энергию. Природной стихией дракона является дерево, а в этом году к этой стихии добавляется первый элемент — тоже дерево. Это символ роста и развития. Зеленый цвет несет позитив, ассоциируется с расцветом природы и новой жизнью. Люди, рожденные в год дракона, верят в себя, в свои силы и очень ориентированы на успех. Они любят спорт, трудолюбивы, изобретательны и легко сходятся с людьми. Они прогрессивны, щедры и заботливы, действуют обдуманно, держатся с большим достоинством. Вот такие дети будут рождаться с 10 февраля 24 по 28 января 25 года. Влияние деревянного дракона распространится на все сферы жизни. В течение года он будет щедро делиться своей удачей и создаст особую атмосферу, ощущение скорой победы. У каждого из нас в этом году есть шанс оказаться в гуще грандиозных событий, совершить большой рывок и добиться признания и успеха. 2024 год – высокосный. Много выдумок рассказывают люди о высокосных годах, что, мол, нельзя в такой год жениться и выходить замуж, или не нужно рожать детей, чтобы не испортить им судьбу, или не нужно менять работу или открывать новый бизнес. Давайте с вами вспомним, что испокон веков именно высокосные годы проводились Олимпийские игры, задача которых была объединить всех людей на Земле. Раз в четыре года именно высокосные годы в Америке проходят выборы президента. У меня лично есть много информации от людей, которые создали семью в такой год и счастливы по сей день. Никаких мистических факторов с этим днем не связано, и тем более с высокосными годами, в которые вводится еще один день, 29 февраля. Разве что на один день больше есть у нас с вами для добрых дел на Земле? В высокосном 24 году благоприятные астрологические факторы указывают на то, что спокойно можно жениться и выходить замуж, можно покупать и продавать недвижимость, можно активно, плодотворно вести свои дела, заниматься творчеством, учиться самому и делиться знаниями с другими. Только для успешных начинаний всех ваших значимых событий выбирайте хорошие периоды и дни. Переходим в март, в котором всегда много астрологических событий. Самым важным является момент весеннего равноденствия. В этом году он произойдет 20 марта в 5.07 утра по часовому поясу Украины. Астрологически солнце войдет в первый градус Овна. День станет равен ночи, и в северном полушарии начнется астрономическая весна. Каждый год в марте перед днем весеннего равноденствия мы с вами проживаем пять нулевых солнечных дней, завершающих солнечный год. В 24 году это с 15 до 19 марта. Не планируйте на эти дни свои важные дела. У них по статистике очень сложная судьба. Называются они дни дельфина, дни строгого поста, смирения и покаяния. Не начинайте новых дел, завершайте уже начатые, подводите итоги солнечного года, отдавайте долги. А 20 марта с восходом солнца начнется новый солнечный год. Для многих стран и народов это большой праздник. Люди отмечают новый год. По 32-летнему календарю древних ариев в 24 году начнется год лебедя. Он придет на смену павлину, покровителю 23 года. Лебедь очень красивая и грациозная птица. Тотем лебедя всегда символизировал высокий уровень светлых проявлений. И в такие годы происходили события, восстанавливающие справедливость. А то, что мешало зарождаться новым прогрессивным процессом, смывалось водой. Люди объединяли в своих чистых духовных стремлениях для взаимопомощи и восстанавливали утраченное. По старославянскому 16-летнему календарю, сворожьему кругу этот годовой период будет временем темного соха или лося. Это будет первый год 16-летнего цикла. Лось — неторопливое, мощное животное, которое отличается сильным характером, волей, твердостью, духа, высокой работоспособностью и выносливостью. Сохатый принесет удачу, достаток и процветание всем, кто в этом году проявит инициативу, смелость и уверенность в себе. Мы сделаем для вас полноценное видео об этом важном космическом событии марта и о том, как встречают новый солнечный год в разных традициях. А дальше 25 марта произойдет лунное затмение, а 8 апреля — солнечное. Этот период называется сезоном или коридором затмений. Важных дел в этот период не начинайте. А у всех, кто будет праздновать свой день рождения вблизи и между этими затмениями, включится программа значимых перемен в течение года. Я всегда желаю всем только добрых перемен. Со 2 по 25 апреля к периоду затмений добавится еще ретроградный Меркурий. Он сделает ретроградную петлю в знаке Овен и притормозит все наши инициативы. Дела, начатые в такой период, не дают хороших результатов. Значимые покупки лучше отложить, они прослужат недолго. Я рекомендую в такие периоды заняться подготовительными работами к будущим важным процессам, которые вы сможете спланировать на следующий благоприятный этап, к которому я еще вернусь. Хочу показать вам страничку апреля из своего астрологического календаря. Обратите внимание на рисунок планетарных часов. Такие часы есть для каждого месяца года, и на них мы можем наблюдать, как перемещаются планеты на небесах в течение каждого месяца. Внутри зодиакального круга мы видим, как движутся относительно наблюдателя Земли ближние планеты от Солнца до Марса. А во внешнем круге мы видим стрелки, обозначающие перемещение дальних планет и точек. Важным космическим событием всегда является соединение на небесах двух медленных планет. Именно такое соединение мы видим в планетарных часах апреля 24 года. Соединяются Юпитер и Уран между собой 21 апреля. И если посмотреть внимательнее, в их компании присутствует еще Белая Луна. И на фоне еще ретроградного Меркурия с 17 по 25 апреля может уже происходить переход к новой реальности и неожиданные благоприятные события. Реформа и модернизация, обновление практически во всех сферах жизни. Успешно могут решаться вопросы в групповых мероприятиях и объединениях, в поездках, командировках и образовании. Такое соединение Юпитера и Урана происходит каждые 13 лет, но в разных знаках и в разных градусах. А Белая Луна именно в этом году будет приятным бонусом к уже сказанному про это соединение. На этот раз планеты объединяют свои энергии в 22 градусе Тельца. Его символом является рука, держащая факел во тьме. Это очень хороший градус. Итак, по графику мы видим, что с 14 марта по 27 апреля длится период, в котором лучше проявить терпение и сделать все необходимое для будущих успешных начинаний. А вот на этом продолжительном благоприятном этапе с 24 апреля до 4 августа рекомендую продолжить реализовывать значимые вашей жизни события. Важные покупки, оформление документов, свадьбы, плановые хирургические операции и осуществлять другие судьбоносные дела. 26 мая планета расширения социального успеха Юпитер перейдет из практичного Тельца в воздушный подвижный знак Близнецов. Переход планеты из знака в знак в астрологии является важным указанием на перемены. 16 мая 23 до 26 мая 24 года Юпитер в практичном Тельце делает свою работу медленно и терпеливо, стараясь основательно укрепить фундамент. В этом знаке Юпитер расширяет стремление к миру, стабильности и безопасности, но Юпитер действует в Тельце очень медленно. С 26 мая 24 по 9 июня 25 года Юпитер будет проходить по воздушным и очень подвижным Близнецам. Скорость социальных процессов возрастет в разы. Учиться будут все и всему. По всему миру будет много курсов и школ повышения квалификаций, переобучения и изучения иностранных языков. Повысится престиж преподавательской профессии. Различных информационных каналов может стать так много, что людям будет трудно в них ориентироваться, а придется этому научиться. Увеличится количество поездок в связи с обменом опытом, а также появится много новых маршрутов в транспортной сфере. Люди будут больше общаться друг с другом и интеллектуально развиваться. В июне месяце произойдут два важных знаковых события. Две кармически эффективные точки — белая и черная луны — перейдут из земных знаков в воздушные. Белая луна — символ веры и света, перейдет 13 июня из земного Тельца в Близнецы, где будет до 11 января 2025 года. Она поможет раскрыть людям истину о происходящих событиях, будет вскрывать ложь и обнажать правду. Черная луна — символ сомнений и искушений, 29 июня перейдет из Девы Весы. Проходя по Деве, она создавала в жизни людей много беспокойства из-за отсутствия стабильности, необходимость много трудиться, но и жестко экономить. В новом знаке весов до 27 марта 2025 года черная луна будет проводить некоторых людей через кризис во взаимоотношениях, через сомнения в справедливости законов человеческих и космических. Здесь нужно усвоить важный урок, что мир вокруг — это наше зеркало, что через любого человека на нашем пути мы учимся быть лучше и мудрее, а Вселенная всегда справедлива. Возвращаемся к нашему графику на 2024 год и видим, что с 5 по 28 августа Меркурий снова становится ретроградным. На этот период он притормозит все бумажные социальные дела. Если вы решите в такой период открыть бизнес, купить автомобиль или оформить покупку недвижимости, то у данного события будет сложный гороскоп. Автомобиль может ломаться, бизнес может не развиваться и могут быть проблемы с такой недвижимостью. Продолжаем наше путешествие по 2024 году. С 30 августа по 11 сентября будет совсем небольшой благоприятный космический период. Именно на этом временном этапе я планирую начать новый очный курс своей авторской школе практической астропсихологии. А на дистанционный курс онлайн жду полюбивших астрологию людей в любой благоприятный период года. По окончании обучения сертификаты астропсихолога мы выдаем тоже в благоприятные дни хорошего периода. Ссылка на школу в информации под видео или пишите в комментарии. Я вам вышлю все необходимое. После небольшого благоприятного периода мы все войдем в кармических коридор из двух затмений. Первым 18 сентября будет лунное затмение, а вторым 2 октября солнечное. Начинать важные дела и проекты в этом периоде не нужно. Результаты могут не устроить вас. Но внимание всем, кто будет в этом интервале плюс-минус неделя от каждого из них праздновать свои дни рождения. Следующий 25 год может оказаться для вас весьма судьбоносным. Нам, астрологам, очень хочется назвать такие периоды затмений взлетной полосой или коридором счастья. Ведь уже всем известно, что они несут людям возможность перемен. Так почему бы не воспользоваться такой замечательной возможностью и не попробовать изменить свою жизнь в лучшую сторону. Следующий период после сезона осенних затмений с 7 октября до 25 ноября обещает быть благоприятным, если вы успеете начать в этот период свои дела. А потом с 26 ноября до 15 декабря Меркурий уже в третий раз в этом году сделает свою ретроградную петлю. В это время помните правило – никто никуда не спешит. Подводим итоги года и готовимся к новому благоприятному сезону. Тем более, что к ретроградному Меркурию 7 декабря добавится ретроградный Марс. Он будет буксовать в знаке Льва аж до 24 февраля 25 года. Итак, вот на эти благоприятные периоды, выделенные на графике зеленым цветом, вы можете запланировать свои важные и значимые события. Выбирайте хорошие дни с помощью нашего астрологического календаря и пусть в 2024 году все в вашей жизни реализуется легко и успешно. В течение всего года я буду с вами помогать советами и идеями. А теперь хочу поговорить с вами о главном космическом событии 2024 года. 20 ноября планета Плутон окончательно перейдет в знак Зодиака Водолей, где пробудет целых 20 лет до 2044 года. Переход дальней планеты из знака в знак – это всегда символ значимых перемен, которые происходят во всем мире. Такой переход не происходит в один день. Он начинается тогда, когда дальняя медленно движущаяся планета подходит к концу знака. В 2022 году Плутон подошел к завершающим градусам Козерога и приготовился переступить его порог. Первая репетиция вхождения Плутона в следующий после Козерога знак Водолей произошла в марте 2023 года. Он пробыл в первом градусе свободолюбивого Водолея чуть больше двух месяцев, а потом снова вернулся в земной консервативный Козерог. Плутон снова погрузится в уронические энергии Водолея 21 января 2024 года и пробудет там уже семь месяцев до первого сентября, но потом опять вернется в Козерог только на два с половиной месяца. И окончательно Плутон перейдет в Водолей 20 ноября 2024 года. Такой постепенный переход из старых энергий в новые и затем на некоторый период обратно постепенно подготавливает сознание всех людей к необходимым эволюционным изменениям через новый мировой кризис. Старые порядки и отжившие из себя политические системы всегда уходят с трудом, но на Земле пришло время необходимых реформ. Эти грядущие трансформации скоро ощутит на себе весь мир. Вместе с Плутоном в энергиях материального жесткого изолирующего Козерога мы проживали с 2008 года. Думаю, что многие из вас помнят предыдущий переход Плутона из Стрельца в Козерог. Он начал происходить в 2007 году и окончательно перешел в 2008. В это время происходил мировой экономический кризис, последствия которого некоторые страны ощущают по сей день. Прохождение Плутона по Водолею в течение 20 лет усилит все ценности новой эпохи сотрудничества и взаимопомощи. Нам предстоит научиться мыслить по-новому. Решения проблем экологии станут всеобщей необходимостью. Плутон будет трансформировать во всем мире все старое, отжившее, закостенелое и свергать диктатуры. Это время революций и важных реформ. В прошлый раз Плутон проходил по Водолею в 1773-1794 годах. В Америке шла война за независимость, была сформирована Конституция США и Декларация Свободы, а во время Французской революции восстали широкие массы против изживших себя диктаторских режимов. Какие же перемены благодаря Плутону могут произойти в Украине в ближайшие годы? Давайте заглянем в гороскоп независимости нашей страны. Мы с вами видим во втором градусе Водолея планету Сатурн. В гороскопе государств Сатурн — это государственная система законов и порядка, это структура государственности, это также наши государственные границы. Плутон за 1924 и 1925 года пять раз пройдет в соединении с Сатурном Украины. Плутон — это силы трансформации, включающие в себя методы уничтожения, восстановления и возрождения. Транзиты Плутона могут указывать на необходимость очистки организма от старых глубоко коренящихся проблем. То есть в течение двух ближайших лет будет происходить серьезная трансформация нашей государственной системы, законов и территориальных границ. Этот аспект не несет нам с вами долгожданное спокойствие, но он способствует проведению таких необходимых нашей стране реформ и трансформаций. Не исключено, что придется преодолевать множество препятствий, столкнуться с врагами и оппонентами, с нечистоплотностью партнеров. Этот период может сопровождаться борьбой за власть, взятием на себя тяжелых обязательств и ответственности. Конечно, мы увидим и изменения наших территориальных границ. А вот в какую сторону, как мы проживем этот процесс и какие результаты получим на выходе, зависит от многих факторов и от каждого из нас. От наших действий или бездействия, от правильных шагов или ошибок, от помощи союзников или новой агрессии доставшихся нам соседей. Однозначно могу сказать, глобальные перемены произойдут. И лучше встретить их и проживать в ежедневном праведном труде на благо своей страны и с верой в лучшее будущее. От нас с вами зависит, какую страну мы оставим своим потомкам. А теперь информация для всех людей, которые интересуются темой здоровья, а именно разгрузочными днями для очищения своего организма с учетом природного лунного ритма. По многочисленным вашим просьбам я сделала для вас табличку на весь 2024 год, где отметила такие особые дни для пищевых пауз. Красным шрифтом я отметила дни Экадаши по Вайшнавскому календарю, фиолетовым цветом я отметила все 11 и 25 лунные дни. Это лучшие дни для пищевых пауз. И красным шрифтом с подчеркиванием я отметила дни Экадаши, если они совпадают с лунными днями, рекомендуемыми для лечебного голодания. Сохраните для себя эту табличку и пользуйтесь весь год. Разгружайтесь, очищайтесь, молодейте и будьте всегда здоровы. Мои дорогие друзья и подписчики, провожая уходящий 23 год, давайте поблагодарим его за все. И особенно за трудности, которые всегда являются самыми эффективными уроками на пути нашего роста и развития. А затем с надеждой и добрыми пожеланиями поднимем бокалы и пожелаем друг другу и всем людям на земле согласия, взаимопонимание и любви. Від усієї души вітаю вас із новорічними святами, які завжди несуть надію на краще майбутнє кожній людині на землі. Бажаю вам привести свій внутрішній світ у стан рівноваги та спокою, виявляти терпіння та мужність, допомагати один одному та вірити у перемогу добра на землі. Правда і любов перемагали за всіх часів, і в цих словах велика праця кожного з нас. Бажаю всім доброго здоровья, здійснення всіх мрій, надій та сподівань. Ми віримо на найкращі зміни в Україні і її примогу. Нехай кожен захисник і захисниця повертаються живими. Вони завжди в наших серцях. Слава Богу! Слава нашим героям! Слава Україні! І до нових зустрічей на моєму каналі у новому році!